Адриана Челентана в стыковках. И правда ведь похож, только еще и обладает своей изюминкой и подражаемым мастерством выступления музыкального ритма. 15 лет, так сказать, нога об ногу. Базовый удар американского степа – хил, дик, той, шаффл, ском – он теперь может отбивать и с закрытыми глазами. Испанец мексиканского происхождения, но с поистине славянским именем Иван, танцует душой и телом с самого детства. Там за морями его ждут ученики и международные фестивали. На сегодня он дарит свою энергетику телезрителям СТВ. Минск приготовился и он приехал. Это утро мы проведем на зажигательном мастер-классе Ивана Бушана. Ну что, идем стыпить? Его встречают аплодисментами и, что самое важное для Ивана, они искренние, настоящие. Начинает он всегда с юмора и плавно переходит к разминке. Важно расшевелить всю стопу. И на пятке, и на носке своя железная набойка – инструмент, который вносит оригинальные нотки в музыкально-танцевальное искусство. В степе я могу сочинять музыку самостоятельно. Я творец танца. Еще степ, в отличие от других стилей, очень честный. Ты не можешь сфальшивить в удары. На занятиях Иван предпочитает создавать легкую, непринужденную атмосферу – дух вечеринки. Так легче раскрепоститься, отпустить свои ноги в пляс. И может он немного смешной и не такой чистый по технике, здесь разрешено допускать ошибки. Главное – добавить в танец своего стиля и обаяния. Я очень отчетливо помню свой первый класс. Это было в Испании, и у меня была прекрасная учительница, которая воодушевляла и вдохновляла. В один прекрасный момент на тренировке она сказала «сейчас импровизируем». Так как я знал только пару базовых ударов, то решил ставить элементы акробатики. И прямо по центру зала начал делать колеса. Педагог до сих пор вспоминает этот случай. На первых порах в степе приходится думать про каждый удар стопой. При этом стараться держать ритм и помнить, что остальное тело тоже должно быть подвижным. Только со временем удастся синхронизировать все в танце, и тогда уже добавляется актерская игра. Которая, кстати, заставляет зрителя не заметить или забыть про внезапно отлетевшую набойку или иной курьезный случай на выступлении. Однажды мне нужно было переодеться между номерами за минуту, полностью сменить всю одежду и даже обувь. Я не успел застегнуть ширинку, и у меня была видна белая рубашка из брюк. Все ребята, которые сидели на первых рядах, смеялись на протяжении шоу. Ну а мне оставалось только улыбаться. Вторая забавная история – это когда я ушел в низкое плие, и у меня порвали штаны полностью сзади. Но мне также пришлось с улыбкой дорабатывать все шоу до конца. Танец, который слышен, но здесь он не просто слышен, он гремит на всю. И это тоже нужно для хорошего настроения и бодрого утра. В степе важно услышать себя и внутри, и снаружи. А еще важнее танцевать с горящими глазами. Этим утром Алена Чернявская и Леонид Бартинев настроились на ритм американского степа специально для студии «Хорошего настроения». Jова, Танец, Крей. Субтитры подогнал «Симон»